Ах, зачем эта ночь, так была хороша, и я грудинку, и дочь полюбил латыша. Дорогие друзья, с Магнабер в канале, доброе утро. У нас в гостях сегодня очаровательная актриса Анна Банщикова. Давайте поаплодируем. Анна, доброе утро. Аня, доброе утро. Спасибо огромное, что ты к нам пришла. Спасибо огромное, что я нашла время. Мы, люди, работающие на этом телевизионном шоу, мы давно тебя ждали. Спасибо, Ванюша. Мы давно тебя ждали. Расскажи, что сегодня, вот ты взяла сразу как бы такую ноту уменьшительно-ласкательную. Потому что я просто, да, я хочу сказать, что я тебя просто с пеленок знаю практически. Аня, ну, аня, друзья, это ложь. Потому что невозможно узнать с пеленок человека, который у тебя старше на 15 лет. Перейдем к тому, что мы сегодня будем, Ваня, с тобой где-то. Ванюш, знаешь, будем готовить вот перцы, запеченные перцы. Мы их запечем в духовке и сделаем их так с чесноком, с оливковым маслом, как это еще по-другому назвать, не знаю. Запеченные перцы, сделаем баклажанную икру и сделаем телятину такую вот жареную, жареную. А ты размахнулась. Представляешь, да. А ты размахнулась. А я и не знал, что ты вот так вот, смотри. Это очень быстро, Ванюш, правда, это если приходят там гости, например, это очень быстро можно приготовить, быстро, красиво и просто. Готов помогать. Давай, значит, смотри, нам нужны перцы, перцы положить в духовку. Ну. Красивые возьмем. Вот, что у нас будет. Да. Хорошо. Это у нас перцы, которые мы будем через секунду сейчас в духовке нагреться. А можно даже, ты говоришь, не обязательно. То есть можно в горячую духовку, это будет просто чуть быстрее, можно в такую, чтобы не обжечься. Просто кладем их вот так вот и все. И сколько они там лежат? Они там лежат 25 минут по температуре 250. 250 градусов. Ставим температуру 25 минут, 5 перцев. Переходим к следующему. Добываем про них, да. Кстати, подожди, мы сейчас должны баклажаны поставить. Туда же? Да. Прямо на ту же температуру? На ту же температуру. И прямо так же? Только на чуть больше времени, да? Еще на чуть больше времени. Прекрасно. Давай, ну три нам хватит. Три баклажана хватит. Туда же кладем баклажаны? Да. Так, положили. Вот. Смотрите-ка. Кладем. Просто перцы вынем чуть раньше, баклажаны чуть позже. Так. Так, и будем с тобой делать мясо. Нам нужно мясо. Телятину, вырезку, да? Я, что ты мне подсказываешь, Аня, что ты сейчас мне скажешь такую фразу произнесешь. Мы берем это мясо, кладем туда же, только уже на 40 минут. Забываем об этом. Нет? Нет, нет, нет. Вот такое. Мы берем, да, давай. Мы его будем мариновать слегка. Ну да, мы его будем мариновать прямо вот в этом, или мы будем его разрезать? Мы его нарежем, обязательно, конечно. Аня, откуда эти рецепты? Расскажи, пожалуйста, откуда. Знаешь, это такие вот итальянские, простейшие, вот такой нож серьезный. Можно взять, да? Хорошо, можно. Может, это еще более серьезный нож? Нет, такой я уже... У нас самый большой нож, он вот такой. Тянувай. Но с ним Насталья выходит на большую дорогу. Не смеши меня. Идеалист. Манюш, помоги мне порезать. Давай, это самое. Давай. Я буду резать, а ты будешь чеснок дарить. Есть. Не буду резать, а ты будешь держать чеснок. Чеснокодавильный аппарат. Чеснокодавильный аппарат. Да, вот смотри, это уникальная вещь, вот такого. Вот, это правда уникальная. Сколько нужно давить чеснока? Дави так смело, не жалей чеснока. Прям много, вот сюда, да? Да, дави, да. Я терпеть не могу чистить чеснок, а давить его, тем более. Ну, в общем, да. Но это для маринада нам нужно будет, да? Нам нужно для маринада и для перцев, и для всего, короче говоря. Так, друзья. Не жалейте чеснока. Не жалейте чеснока. Да, вот. И мы выдавливаем... Ты меня спросил, что это за это самое, что за рецепты? Да, откуда эти рецепты? Знаешь, это такие простейшие итальянские такие вот рецепты, которые, знаешь, как... Я когда-то была в таком ресторане в Бронксе. Ты был когда-нибудь в Бронксе? В Бронксе? В Южном Бронксе. Ты был когда-нибудь? Друзья, вот это звучит. Я хочу рассказать несколько слов про Бронкс. Там есть такие, знаешь, такие рестораны, как вот, знаешь, в первом «Красном отце». Помнишь, когда он приходит, там такие вот, знаешь, черные этот пол, помнишь? Да, да, да. Первый первый отец, где сидят такие пожилые. Когда они починно приходят этих самых убивать своих. Это когда он в бачке прячет пистолет? Да, да, да. Помнишь такой ресторан? Я с тех пор тоже все прячу в бачке. Да, да, да. Там такой черный пол с белыми, с такими, да? Такие скатерти простые, как костоловка такая вот. Да, и ты хочешь сказать, что это в Бронксе? Да, и там готовят, да. Такие вот простейшие, знаешь, такие простейшие итальянские, там не какие-то вот как сейчас модно, вот эти все такие вот модные вещи, а простые, вот там даже не надо заказывать, там просто тебе приносят то, что они... А я расскажу, ты... Так. Да. Если я отвечаю на твой вопрос, ты можешь забрать эту миску себе? Я хочу. Нет? Подумай об этом. Ты хочешь где-то замариновать мясо? Я хочу, да, я хочу, да. Вот такая тебе подойдет, что-то? Да. Подойдет. И яйца возьму сейчас. Да, пожалуйста. А где взять яй? Просто яйте, яйца... Немного, немного яйца, надо заметить. Это вообще такой кропотливый процесс. Ну да. И в результате... Нормально, да, дядя? Давай, глубокий. А нужно еще одну? Еще одну, да. Ты лишь удивлен? О, как ты красиво разбиваешь яйца. Раз, смотри, я очень красиво разбиваю яйца. Более того... Вот, кстати... Что-то у нас о чем-то говорили? Мы говорили о... Да, мы, понимаешь, мы... Я бы называл то, что у нас происходит, милое щебетание. Да, да. Вот так вот. Скажи, вот Бронкс, например, да, и Америка, там все актеры, они занимаются собой, они прямо так... Вот йога, все, там, голодание, все половина из них вегетарианцы. Половина врет, что вегетарианцы и по ночам балык точат. Да, в стейк-барах. А вот у нас такое долгое время было ощущение, что актеры это такие, как бы... Эх, вот скажи, меняется ли это ощущение? Ты знаешь много актеров, ты дружишь, ты снимаешь очень многих фильмов. Скажи, есть сейчас такое, что в райдере актеры просят тренажерные залы, эспандеры, личного тренера? Да, я тебя это спрошу, я не знаю, вот ты просишь эспандеры, вот я смотрю, что как-то ты разбиваешь яйца, видимо, просишь. Я прошу эспандеры. У меня... Я к тебе, к тебе припадаю. Ну, дело в том, что эспандер это фамилия моего агента. Он эспандер. Теперь все понятно. Он эспандер. Скажи, долго я еще должен выжимать этот чеснок или уже хватит? Ну, ты можешь его порезать, если надоело выжимать. Все очень непросто. Аня, скажи, расскажи нашим зрителям, что ты делаешь. Что я сейчас делаю? Да, я смотрю, мы взбили два яйца, как бы так вот их взбили, и добавляем лимон. Это у нас будет соус для этой телятины, который мы готовы. Соус для телятины. Два яйца и лимон. Два яйца и лимон выжимаем. Насколько у меня сил хватает, я вот там столько выжимаю. Так, и после этого каким-то образом мы это взбиваем или что мы это делаем? Таким-то образом, да, мы это перемешиваем и добавляем туда бальзамический уксус. Вот это не он, подожди, вот он совсем прям густой. Совсем густой, давай. Да, им можно рисовать чертей на стену. Настолько он густой. Скажи мне. Давай. Нет, подожди, ну так много? Ну, посмотри. Еще, 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 еще. Посмотри, какой густой. Сейчас мы его размешаем, дай лорочку. Подожди, может это шоколадный соус? Это мы узнаем позже. Так? Да, похоже на шоколадный, кстати, да. Да. Какой-то он совсем густой. А жидкий есть? Давай жидкого добавим для эксперимента, понимаешь? Готовить же это как, это же нужно какое-то иметь вдохновение. Понимаешь, раз и добавили, чуть-чуть все, все, хватит. Добавили густой, жидкий. Ты же понимаешь, это же все, немножко отходить от рецепта, это, так сказать. У меня вообще муж хорошо очень готовит, я давно уже не готовила, честно тебе. Серьезно? Да. А кто, вот, кстати, мне всегда интересно, мне кажется, что всегда, ну, в семье, у актрисы всегда должны быть какие-то помощницы, все это такое. А актриса сидит в будуаре, в пеньюаре. Это стереотип, Ваня, ждал. Где в том, что... Совсем все... А, еще. Чеснок кладем сюда, ты заметил, да? Да, да, да. Мы положили туда яйца, добавили бальзамический... Лимон. Лимон бальзамический. Уксус, чеснок. Густой, густой, жидкий, да. Ну, вообще вещь такая ядрёная. И чеснок, да. Смотри, вот мы нарезали мясо, да? Так. Можно даже было более тонкими кусочками, ну вот. И кладем его туда. Так. Будем его там немножко мариновать. Тоненькими кусочками. Да. Назовем это. А мясо у нас это именно телятина. Телятина, да. Телятина. И вот всё, мы это вот туда прямо так как бы... Да. Ну, так, мы замариновали мясо, да? Замариновали мясо. Так. Много у нас мяса тут получилось для этого маринада. Ничего, что так руками, ничего? Ничего, можно руками. Можно, а можно как-то вот... Можно и вот так, смотри, Ань, вот для тебя специально. А сейчас мы потом пойдём мыть руки, как раз может быть сейчас пауза. Скажи мне, Ань, долго ли нужно мариновать это мясо? Ты знаешь, ну, зависимо, сколько у тебя, можно полчаса вообще хорошо. Полчаса. Но можно и 15 минут. Это как раз ровно... Ань, секунду, я поделаю. Это ровно столько, сколько идёт реклама. Полчаса впервые на отечественном телевидении. Полчаса химических средств для очистки санузлов. Может быть, что-нибудь другое. Друзья, у нас прямо сейчас небольшая реклама, на самом деле, гораздо короче. И вы посмотрите, рекламу потом вернёте, и мы вам расскажем, что картильная в переводе с венгерского означает, пока мать соберётся да накрасится, все курсанты уже разъедутся. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, где я на окорок набрасывал лассо. Дорогие друзья, от «Смак» на Первом канале у нас в гостях сегодня Анна Банщикова. Давайте поаплодируем Анне. Аня, ещё раз доброе утро. У нас замариновалось мясо, я предлагаю к этому мясу добавить только... Давай перца, давай перца добавим. Ну, конечно. Ну, как, вот смотри, чёрный горошек. Давай, крути. Чёрный горошек, я прям кручу. Давай, давай, давай. И нам ещё нужно, знаешь, что, нам нужно сухари панировочные. Я даже знаю, где они есть. Ань, доставай панировочные сухари, потому что мы будем сейчас всё. Вот у нас такой острый. И я, наверное, уже... Слушай, мы это будем же жарить на сковородке. Давай, включай сковородку. Я могу включить эту сковородку, и, в принципе, уже мы будем готовы, да? Так, скажи мне. И мы высыпаем вот так вот сухарики, в которых мы будем сейчас валять. Так, а масло, подожди, дай-ка мне масло, пожалуйста. Масло, на котором мы будем жарить. Да, оливковое. Вот смотри, вот такое. Вот, прекрасно. И мы сейчас будем обжаривать. Ань, я бы хотел расспросить тебя вот о чём. На первом канале вот уже который день идёт телевизионный художественный сериал, который называется «Жуков». И насколько я понимаю, что есть великий российский, русский, советский военачальник Георгий Садиджуков, и это как бы о его жизни, да? Да, это о его жизни, да, и именно что о его жизни, потому что что мы знаем про Жукова, в принципе? Нет, мы знаем про Жукова только о его победах, о его... Мы знаем, да, мы как бы видели все фильмы, да, «Человек в погонах». Мы не знаем про Жукова, про его личную жизнь, мало что знаем, правильно? Расскажи немножко про его личную жизнь. Ну вот у Жукова было достаточно, ну, были женщины, которых он любил. Были женщины, которые любил. А у кого? Да, но мы про них не знаем. А вот в этом кино, как бы, да, рассказывается про его... То есть про его личную жизнь. И про его личную жизнь тоже. Скажи, какую роль исполняешь ты в этом фильме? Что это за роль? Я играю Галину Семенову. Галину Семенову, конечно. Это его последняя любовь, он уже встретил ее после войны в Свердловске, вот, и очень ее любил. И у них родилась дочка, и у них, правда, была такая вот... Для Жукова это была такая очень важная женщина. Сразу тебе задам вопрос. А вот как ты считаешь, как ты относишься? Ты прекрасно знаешь, особенно среди артистов такое часто бывает, когда, как говорится, человеку 70, а он у роддома с цветами стоит. Да, 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 я отношусь к этому, знаешь, мне кажется, таких мужчин, как Жуков, потому что таких сейчас немного. Немного, сейчас я прости, у нас, по-моему, уже... Совсем немного... Перегревать. Нет, нет, нормально, 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 да, давай укладывать, да. Таких людей, как Жуков, это человек был невероятного вообще, конечно... Так. Так, так, я еще... Чем переворачивать? А вот у меня тут есть какие-то штучки. Так, значит, мы... Не трогай пока, мясо переворачивать только один раз, знаешь? Да что ты? Да. Мясо переворачивать один раз. Лучше переворачивать мясо только один раз. Все, ну, я думаю, что давай мы пока остановимся, потому что уже у нас забито. Да пока... Ну давай, хорошо. Сейчас вот мы это дожарим. Вот этот кусочек положи. Ну давай, ну положи это тоже сюда. Все, прямо ты смотри, как уместила. Сковородка небольшая. Так. Тогда мы это не будем жарить, правильно? Мы это можем просто второй порцией... Сейчас решим. Значит, немножко еще расскажи про Галину Семенову. Про свою героиню. А-а. Это женщина, которая... Которая встретилась с Георгией Константиновичем. Да. Она с ним была вот после войны. Он встретил, и она была еще молодой девушкой. И как бы... Какая разница была в возрасте между девушкой? 30 лет практически, да. 30 лет. Вот. И она в конце жизни, когда они уже много лет прожили, она тоже тяжело болела вообще там. То есть она вот, они встретились, и она уже, и все, и вот в течение всей жизни до конца она была... До конца, да. Да, она умерла чуть-чуть раньше, чуть раньше, чем он, и он был... Она раньше умерла, чем он. Да, и он долго не прожил после ее смерти, уже как бы... Друзья, давайте поаплодируем этой истории. Она подняла его... Расскажи нам про актерский состав. Кто? Ну, Жуков Александр Балуев. Да. Расскажи, кто еще снимается и снимался в этом фильме. Еще Елена Яковлева. Она играет его жену Александру Диевну, которая с ним всю жизнь жила и любила его безумно. Вот. А, вот ты как-то, знаешь, ты как-то... У тебя... Ты как-то всех оправдываешь. Ты говоришь, вот она жила его, любила безумно. Только что ты мне рассказал, что Галина Семенова жила с ним всю жизнь и любила его безумно. Нет, Галина Семенова жила с ним после войны. А, после войны. Да, почему? Мы любили его все... А любовь толкали. Нет, подожди, любили его все женщины. Мы же сейчас говорим, что они все его любили. И он тоже все любил. Все женщины его любили, а Сталин не любил. Сталин, кстати, его любил. Сталин не любил. Сталин его любил. Сталин его любил и уважал. Знаменитая усатая женщина. Подожди, у нас мясо сейчас горит. Точно, подожди. Скорее, давай. Вот уже надо переворачивать, Ванюша. Во! Во! Прекрасно, да? Чуть не опоздали. Да, то, что нужно. Котлеты по-милански у нас были, да? Да, да. Но мы, потому что мясо не отбивали. О! Вау! Горит, сделай поменьше. Давай, я тебе помогу. Вот так. Так. Для чего это делается? Для чего мясо внутри было сочным? Да. Оно не сильно, оно вообще быстро на большом огне. Ну вот, да. На большом огне. Огонь у нас приличный. А давайте я чуть-чуть маслятся не надо добавить. Или как ты считаешь? Ну, давайте чуть-чуть добавим. Я просто чуть-чуть. Видишь, уже такой как бы пошел. Такое легкое. Легкое такое. То есть, ты подожди, я всю жизнь думал, что Сталин завидовал. Завидовал, нет, но он его уважал. Он его уважал, потому что понимал, что он... А кто играет Сталина в сериале? Сталин играет замечательный актер Анатолий Дзиваев. Анатолий Дзиваев, вот. Да. Вот, друзья. Вот мы надеемся, что, если вы не все знаете фамилию Анатолия, то вот этот сериал станет отправной точкой. Потому что такой необычный, на самом деле, Сталин. Вот, если ты не видел еще, то у тебя еще есть шанс. Ты на волосами? С короткими волосами, с синими волосами. С зеленой бородой. И с пасохом. Необычный. Ваня, вот сейчас он... Сгорит он в нем все. Просто такой необычный Сталин. Добрый вечер. Ванька. Но он, правда, необычный, потому что, ну... С зеленой. Необычный Сталин? Все, не спрашивай. Который очень любил Жукова. Сидел в окно и плетал в полевые цветы волоса. Все, прекрати. И кричал, Георгий. Так. Что это? Это такие щипчики переворачиваются. Я не знаю, но пользуйся. Подожди. У нас уже готово. Все готово? Снимаем? Нет, ну, смотри. Ты не дашь мне сказать. Я хотела сказать, что хотели сделать Сталина, чтобы он был просто такой, ну, какой-то такой Сталин-человек, а не Сталин вот такой вот. Ну, слушай, ну, а в конце концов, а не Сталин-деспот, ну... Ну, это все равно, слушай, все равно это фильм, конечно, не про Сталина. Кто еще снимается в фильме? Да, еще Люба Толкалина, она играет Захарову. Это фронтовая подруга, да? Фронтовая, да, ППЖ. Походно? Походно, полевая жена. Ну, конечно, ты меня просто... Это ППЖ? Ну, что? Готова тарелка? Давай. Мясо у нас уже готово, давай его будем выключать. Давай, мы его выключим. И очень аккуратно, я предлагаю. Ну, очень аккуратно. У меня тоже есть такая штука. Давай, вот я сейчас просто, знаете, что, чтобы просто не... Ну, чтобы вот... Да? Да. Раз. Два. Скажи, а у вас есть... Ну, как это выглядит? У вас есть общие сцены, поскольку, с героинями? Я почему спрашиваю, потому что, ну, все-таки, когда в жизни мужчины присутствует несколько женщин, как показывает практика, иногда они встречаются. Да, у нас там есть сцена, где мы встречаемся с Захаровой. И... Не рассказывай, ты только не рассказывай, главное. Да, не рассказывай. Давай сейчас быстро вынимем перцы. Ань, значит, у нас сейчас операция, вынимаем перцы. Смотри, подожди, перцы, да, вынимаем перцы. Знаешь, какая есть хитрость? Нам нужен такой пакетик. Вот прям любой, любой вообще, любой пакет. Держи пакет. Мы будем класть в пакет. Я сейчас буду, я сейчас буду эти перцы, подожди, при помощи... Я возьму какого-нибудь устройства сейчас такое, и мы сейчас будем все... Значит, пакет мы... Пострашнее. Друзья, сразу объясняю, мы выкладываем перцы не для того, чтобы их выбрасывать, это не мусорный пакет. Это пакет для того, чтобы... Давай, осторожненько, бери, потому что они могут рассыпать. Да, давай. Раз. Раз. Для чего мы это делаем, Мань? Сейчас увидишь. Потому что они в этом пакете, сейчас от них будет отходить шкура. Так. Вот, давай. Вот, все. А баклажаны еще сколько лежат? Еще минут 10 лежат. Смотрите, что мы делаем. Мы берем пакет, знаешь, бабушки хлеб заворачиваем. Сейчас я так сделаю. Ему ее. Вот. А, чтобы был воздух. Да. Все, я понял. И вот так все. И вот теперь... Оставляем чуть-чуть, пока они должны отстыкать. Значит, у нас разговор, что происходит. Анна Банщикова, замечательная актриса, которая из последних ролей появилась в роли Галины Семеновой в сериале «Жуков». Вместе со скромным поваренком Ванятой готовит сегодня на кухне свака итальянские блюда. Мы сейчас будем делать перцы, баклажаны дозапекаются. У нас уже готовы вот эти вот, вот эта вот телятина в кляре. Сейчас Аня будет ее лимончиком заливать. И вот мы вот так вот делаем, прямо вот если можно там на стол, можно вот прям вот так вот раз, вот так смело. Тарьянцы так все, знаешь, как-то так смело делают, так красиво. Они так все, знаешь, грубо так делают, как-то красиво. Да. Мы так не умеем, но... Да, хорошо. Я на секунду, Анна, тебя покину. У нас короткая рекламная пауза, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что духовка в переводе с чешского означает «жена тромбониста». Так, а что это у нас за человек второй килограмм икры ест за завтраком? Так это русский олигарх. А что она, фамилию его не знает. Так он под фамилией жены у нас в отеле остановился. Из сериала «Жуков». Дорогие друзья, смарт на Первом канале. У нас в гостях сегодня... Иван Андреевич. Анна Банщикова. Давайте-ка, Анна, перейдем к процессу вот какому. Насколько я понимаю, нам нужно сделать икру. Да. И нам нужно сделать... Для этого нам нужно... Наверное... Нам нужно, да, нож. Дай мне еще... Ой, какие у вас тут прям тесаки. Я быстро... Сколько? Луковицу? Да, ты очень красиво режешь лук. Одну луковицу, да? Да, режем. Одну луковицу я режу. Все хорошо. Значит, там одна луковица... Мелко режем луковицу, и ты берешь помидор и тоже его... Я помидор тоже режу. Это все, друзья, будет у нас состоять. На самом деле, помидор для этого лучше... Почистить? Очистить от кожи, знаешь, кипяток опускать его, знаешь, это вообще... Я все это знаю, это долго, муторно и все. Ну, вообще-то у нас, звание, всегда нет времени, мы это... Ты можешь почистить, попробовать часть. Подожди, вот просто не лезть его, а все равно почистить его... Вот так-то, или что, вот таким тесаком я не смогу? Дай мне так, подожди. А подожди, я сейчас тебе приду на помощь, потому что я уже практически... Я вот так-то почуешь, просто по-простому, знаете? Да, резу лук. По-простому. Вообще, конечно, мужчина готовит лучше, чем женщина, надо сказать. Ты согласен с этим? А у тебя какая любимая кухня или кулинарное направление, например? Или, например, то, что ты не любишь? Я вообще люблю пожрать, что называется. Любишь пожрать? Все, вот это, друзья. Это вот после этого, когда такие вещи говорят актрисы, сразу как-то... Как-то приятно, мне кажется. Приятно. Ну, знаешь, если ты тоже актер, и начинающий привел эту актрису в ресторан, Дом актера, если актриса говорит тебе сразу, я вообще пожрать люблю, то ты задумаешься. Это, конечно, еще и на такси. Ну, правда, я люблю поесть, я не знаю, я люблю, чтобы было вот вкусно. Ты любишь, чтобы было вкусно, да? Чтобы было вкусно, я разную еду люблю. Но мне нравится, когда вот так вот готовят как-то запросто, знаешь? Вот по-простому, да? Поэтому, мне кажется, вот мужчина, вот правда, вот женщина так не умеет. Женщина очень все как-то мелко, все так как-то... Да, у меня муж готовит, знаешь, он прям как нарезает так все быстро, красиво как-то вот это все получается у него. Но у меня так... Какое любимое блюдо, которое готовит тебе муж? Муж готовит пасты всякие разные. Вот ты приходишь устал отца съемок в образе Галины Семеновой еще, еще ты там, еще Шуков шепчет тебе, Галя, Галя. А муж уже пасту сделал. А муж уже сделал пасту. Как быть? А ты ему говоришь, Георгий Константинович, вы машину перепаркуйте, а то эвакуаторы, знаете... Он говорит, так это же я, Аня, муж твой. Ванечка. Ну, слушай, нет, на самом деле, нет, ну правда, вот насколько тяжело... Ну, ты же играешь серьезнейшие сцены. Мы же прекрасно все, те, кто видели сериал, кто его посмотрит, все понимают, что ты... Как потом можно пасту есть? Не, ну не пасту есть, а как потом, вот насколько вот ты приходишь и вот из этого... Я сейчас без всяких шуток спрашиваю, как из этого выходить? Потому что я, у меня есть небольшой кинематографический опыт, но мне не дано судьбой играть те роли, которые играешь ты. Тебе тяжело это? Или ты вот просто все, режиссер сказал команду, мотор, стоп, спасибо, снято, и ты вообще вот прямо в эту же секунду отключаешься? Да, в эту же секунду, да. Вот так у тебя, да? Вот так. Я тебя очень поздравляю с этим, потому что мне кажется, это очень здорово. Так, все, у нас, смотрите, мелко, подожди, вот здесь не делаем, давай мы сделаем такой стеклянной площадью. Это знаешь, кстати, к этому можно сказать, что, знаешь, артистов всегда, мне кажется, видно, как-то человек с юмором к тебе относится, или нет, знаешь, в театре, вот не замечал, когда люди потом на поклон выходят, вот артисты, да, что-то серьезно играли, и вот некоторые так, они так и кланяются, выходит, знаешь, так. Да, конечно, конечно. А знаешь, как еще, вот я играю спектакли. Это невозможно, я не могу это смотреть. С Верой Алентовой я играю спектакли. И вот один раз мне стоило забрать цветы, которые ей принесли, знаешь, какое у нее было выражение, Людмила? Режьте лук, Ивановна. Я уже все полезу. Один раз случайно Вера Валентиновна забрала. Даже не трогай, все, оставь. А, не надо ничего, да? Да, пока оставь. Ань, а не достать ли нам баклажаны? Давай достанем баклажаны, потому что мы сейчас такое тут уже наговорим с тобой. Все, все нормально. Ну, все хорошо. И, конечно, вот смотри, друзья, у нас баклажаны запеклись, выключаем. Вот, баклажаны, сейчас нам нужно просто их... Скажите, ну, подожди, давай с перцем сейчас подчем. А, заберемся с перцем. Угу. На самом деле, если честно, конечно, это очень важно, насколько все серьезно относятся к себе и к ролям. К ролям, да. Да, но мне кажется, какая-то доля уронии вообще, да, и юмора, она, правда же, Ванюш, никогда не повредит. Мы их сразу перекладываем вот сюда, да? Я убежден, что делать вот это. Смотри, мы должны вот так снять кожу. Когда вообще перец остывает, он должен остыть в этом пакете, конечно. Но у нас, опять же, на это... Аня, у нас очень скоростная программа. У нас очень скоростная программа, поэтому мы будем обжигаться. Мы единственная программа, которая удалось освеживать барана за 20 минут. Это же сакуска, друзья. Знаете, это потрясающе. Она же холодная должна быть. Она должна быть холодная, да. И вот, друзья, что у нас получилось. И вот туда мы сейчас добавляем что? Добавляем оливковое масло. Вот уже теперь хорошее масло. Теперь то, что называется холодного отжима. Да. Давай. Добавили. Добавляем масло. Так. Добавляем... Добавляем... Черный перец. Черный перец и чеснок. Чеснок. Чеснок, подожди, вот смотри. Ну вот же, смотри. Какая-то добрая... Добрая фея. Добрая фея. Выдавила чеснок. Давай. Так. Сколько? Ну, вот так, сыпь сверху. Ну, подожди, ну хватит. Особо даже не смешиваю. Вот так просто посыпаю. Вот так вот. О, как ты. Вот так прям. Вот прям ядреная такая вещь. Да. А соль, перец? И перчика чуть-чуть. Соль не надо. Соль не надо? Нет. Так. И все? Все, оно готово. Ну не надо? Все, вот это все готово, да? Да, это очень вкусно. И прям даже не надо перемешивать. Не надо. Пускай стынет. Да. Так, теперь мы берем другую миску и будем сейчас делать в ней, в этой миске, быстро... Да, баклажаны. Баклажанную икру. Нам нужно их почистить тоже. Аня, я стою перед тобой и готов их чистить вот уже сходу. Давайте сейчас моменты. А ну, баклажаны чистятся, в отличие от этих самых... Ну, они тоже горячие, надо сказать. Они горячие, но мы их будем сейчас резать, да? Мы их будем мять вилкой. Главное, друзья, смотрите, как все это быстро. Положили в духовку. Это вообще все очень быстро. Если приходят гости, правда, это на самом деле все очень быстро делается. Если не разговаривать... А часто ли в гости к Ане Банчиковой, ее мужу и детям приходят гости? И часто ли из этих гостей можно увидеть, например, актеров? Дружишь ли ты, Аня, с актерами и с актрисами? Дружу, да. Да? Я дружу. Я правда, я не понимаю то, когда говорят, что актрисы не дружат друг с другом. Это неправда. Они дружат еще как? Дружат еще как. Аня, мы вилочкой раздавили баклажанчик. Просто раздавили, чтобы так не мучиться. Раздавили, так все размяли и залили все это оливковым маслом. Добавляем туда помидоры. Добавляем туда помидоры. Вот их желательно все-таки очистить от кожи. Я очистил, кстати, свои кусочки. Ну, свои, да. Мы все очистили. Это? Добавляем туда, да, и лук-то крупно-крупно-крупно. Ну, ладно. Ну, не важно. Ну, ладно, у нас такая домашняя будет. Да, у нас домашняя. Так, сколько? Сейчас, подожди, да, посмотри. Помидоры все точно. Помидоры вот, вот, вот. А зелени туда не надо? Да, зелени надо, конечно. Ну, так давай я быстро эту зелень туда и порежу. Давай вот эту вот кинзы, да? Это не кинзы, это петрушка. Давай петрушки. Петрушки? А давай и петрушки, и укроп. А что нам? Я бы, я бы на самом деле туда добавил кинзы, но... Да, ну что-то такое, да. Ну, у нас особо ее и не тут. Ну, мы будем считать, что это что-то она. Мы сейчас перцем, а сюда не жалеем так. Не жалеем перца. И добавляем сюда вот это вот. Да. Что еще? Зеленый лук туда не нужен? Не нужен. Нет, не конч. Аня, а я, с твоего позволения, я расскажу, как мы готовили все. Мы взяли телятину и поместили ее, порезали тонко, поместили ее в маринад, в котором находилось два яйца, выжатый лимон, бальзамический уксус, чеснок, соль, перец по вкусу. Если бальзамического уксуса дома нет, можно добавить мед, кстати. Можно добавить мед туда. И вот это мы все мариновали в течение получаса, после чего панировочные сухари на сковородку обжарили, перевернули один раз, все готово. Полили лимоном, съели. Так, что мы еще готовили? Готовили мы перцы. Перцы мы просто запекли, завернули в полиэтиленовый пакет, дали им остыть, развернули, легко очистили. Оливковое масло, немножко сока из-под этих самых перцев, чеснок, перец, ура. И, наконец, баклажанная веселая закусочка. Мы взяли, запекли три баклажана, порезали мелко лучок, помидорчик, который предварительно обланшировали, сняли с него кожицу. Добавили туда зелени. Лимон тоже. Лимона туда выжали. Ой, вот такой вот рецепт. Так, я закончу. Да, с такими, знаешь, с такой едой мне нужно пить такое такое простое домашнее вино из стаканов, знаешь. Мы сейчас и будем это делать. Я бы сказал, это блюдо запеченные овощи, вот в кавказской кухне. А перчик вам положить? Давайте. Ну, давайте-ка, немножечко, давайте, чуть-чуть. Вам какого, красненького? Любезно. А вот вам красненького. А хотите еще желтенького? Да, вообще-то там, может, зелененький класс, будет прям красиво, чтобы разных цветов красиво. Чтобы с такой веселый светофорчик был, как бы, да? Угу. Понимаю. Давайте, я тоже за вами. А вы, пожалуйста, у меня мяско, будьте любезны. Да, будьте так любезны. Вот так, говорите, и не жалейте, да? Просто один хороший такой гусманчик, да, давайте. Вот такой, прекрасно. Аня, я хочу выпить за тебя, я хочу выпить за успех всех твоих фильмов, в частности, фильма «Жуков». Я хочу выпить за твое умение, уникальное умение. Как-то сейчас не искренне, да? Не искренне еще раз так. А я сейчас вот выпью третий стакан, и слезу могу выдавить из себя. Да. Да, я хочу воздать должное тебе, что ты, несмотря на твою колоссальную занятость в кино, в театре и в искусстве, уделяешь время... Прекратить. ...детям, мужу и нам, твоим подводникам, еще вместе с нами готовить еду. Спасибо за тебя, друзья. Анна Банчикова сегодня смотрит. Давайте все... Ммм... Да. Ммм... 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 Неплохо? Быстро. Она вообще... Ну, легкая. Она такая... Мягкая получается, да? Ага. Потому что обычно терятина, она обычно жесткая же, брав? Она тут промариновывается. Терятина вообще не разжевать. СМЕХ Другое дело, баранина. Ну, да. Так. Ну, что? Ммм... Ммм... Да? Ань, прежде чем мы с тобой выберем еще? Да. Я хотел бы сейчас подарить тебе подарок. У нас концент для тебя. Да мы любим. От нашего спонсора корзина душистого аромата уцелонского чая-акбар. Чай-акбар – неиссякаемый источник бодрости и энергии, хорошего настроения. За такие баночки. Это все для тебя. Давайте поаплодируем, друзья, Ань и Банчиков. Спасибо. А я хочу, друзья, сказать, что на этом мы наш сегодняшний альманат закончим. Ань, я на секунду сейчас... Опять ты все время бросаешь. Я просто отбегу сказать, что... Я прощаюсь с вами, мой зритель. Увидимся через каких-то несколько дней вновь в нашем кулинарном путешествии в узкой маленькой байдарке по бушующему океану. Гаспачо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова